Ну что, поехали смотреть, что я для вас приготовила. Сегодня я хочу с вами поговорить о пустых баночках. Это будут пустые баночки Марты, и у меня собралось их столько, что я даже не знаю, сколько по времени будет данное видео, потому что я не ожидала, что их так много. Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Миски. Меня зовут Ирина, и я рада вас видеть у себя на канале. Я никак не могу сориентироваться, куда мне смотреть, потому что я немножечко поменяла ракурс камеры. Ну так вот, сегодня хочу, как вы уже поняли, у нас будет видео о пустых баночках. Мне немножко как-то неуютно, некомфортно снимать в такой обстановке, потому что мне непривычно в первую очередь. Я практически три недели для вас все снимала на бегу-бегом-бегом, а тут вот я решила выделить немного времени для того, чтобы можно было с вами спокойно поговорить. В тишине меня никто не дергает, никуда мне спешить не надо. Ну так вот, саживайтесь поудобнее и давайте смотреть уже, что же я для вас сегодня приготовила, каких пустышек я для вас собрала. Капец, у меня тут что-то еще и пролилось. Ну да ладно. Итак, первое, что я хочу сегодня вам показать. Итак, начну свой обзор пустых баночек с ухода для волос. И первое, что я хочу вам показать, это масло для волос, которое наносится перед мытьем волос. Это масло Амла от российского бренда, инстаграмного бренда, я его так называю бренд Рише. Данное масло идет в супер лаконичной упаковке с очень-очень классной помпой-дозатор. Здесь с дозатором, тут есть еще такая, знаете, заглушка, которая, собственно говоря, очень удобно мне была, когда мы ездили в гости. Я его брала с собой. Масло мне очень сильно нравится, приятно пахнет. Оно гиперпитательное. Здесь не только масло Амла, здесь микс масел. Более подробно у меня на данное масло есть обзор в моем инстаграме, так что проходите, смотрите, как называется мой инстаграм. Оставлю либо здесь, либо здесь. Все время забываю, куда я леплю ссылочку. Ну так вот, ссылку на инстаграм я оставлю, конечно же, в описании профиля, для того, чтобы вы прошли и посмотрели данный обзор. Я думаю, он для вас тоже будет полезным. Там я просто подробно о нем рассказываю. Все плюсы и минусы о нем тоже вам там освещаю. Ну так вот, масло неплохое, но срок годности 3 месяца. И с учетом того, что если взять его стоимость и его объем, ну, наверное, его себе может позволить девушка, у которой действительно есть бюджет на такого рода масло. Потому что, ну, цена на это масло идет свыше тысячи и как-то вот, ну, мне кажется, дороговато. Но на самом деле цена, в принципе, оправданная. Поэтому, как-то, знаете, думайте сами, решайте сами. Для меня это масло, как бы, ну, оно прикольное, классное. Но, честно могу сказать, меня жаба подушит его купить самостоятельно. Мне компания Реше присылали в пиар-раслуки данное маслице. Поэтому я его смогла попробовать. Я так могу сказать, достаточно дороговатое удовольствие. Следующий продукт, который у меня закончился для волос, это тоже было масло. Называется оно вот таким вот. Называется оно, выглядит оно вот таким образом. Называется оно Spa Dreams. Это масло органы косметическое 5%. У меня оно еще есть. Я его миксую с другими маслами. Очень жирное масло. Прям очень жирное масло. Если вашим волосам нужно питание, нужно, чтобы, знаете, вот что-то такое прям мега супер жирное было на них, для того, чтобы активно попитать кутикулу волос, для того, чтобы вся ушла сухость, могу посоветовать это масло, потому что оно невероятно, невероятно жирное. Сам производитель говорит о том, что его можно использовать как на тело, на лицо, на волосы, на волосы перед мытьем, после мытья. Я наносила это масло после мытья волос на кончике и пошла заново мыть волосы, потому что оставляет невероятную жирность на волосах, хотя прям чуть-чуть дозированно его использовала. Дозировано его использовала. Запах достаточно приятный, ничего такого вау супер, но ничего отталкивающего. Так что, как встречу, наверное, подобное масло в большей упаковке я попробую. Если вы пробовали какие-то масла органы, тоже дайте знать, мне интересно знать, есть ли у вас любимицы. Давайте с вами пообщаемся, может быть, поделимся какими-то супер маслами. Следующие продукты, которые у меня закончились для волос, у меня их тут просто какое-то невероятное количество. Первое, что у меня закончилось, так, это что такое у меня? Это кондиционер. Итак, следующее, что у меня закончилось, это средство, выходит тоже за волосами, от бренда Эзи Спа. Это шампунь и кондиционер. Они продаются только в сети магазинов Ревгош. Идет данная линейка с маслом шеи и авокадо. Написано, что данный шампунь питательный, увлажняющий для сухих волос, с экстрактом авокадо, масла шеи и пантенолом. Легкая текстура шампуня и тут тоже самая питательная формула кондиционера. Вот что могу сказать. Данный шампунь мне очень понравился. Он замечательно промывает волосы. Такой, знаете, вот шампунь из масс-маркета. Вот я его могу сравнить с Эльсевом, я могу его сравнить с Гарниер. Да, вот с такими линейками шампуней, вот как бы один в один идет, могу сказать. Хотя здесь написано то, что это производство Таиланда. Но у меня есть тайский шампунь, и здесь, конечно, рядом с Таиландом и не валялось, и не пахло. Но все-таки шампунь очень даже неплохой, состав у него тоже достойнейший. Если хотите, я вам просто подробно о нем сниму видеообзор. Напишите под видео, хотите вы подробнейшее видеообзор о данном продукте, я для вас его сделаю. Следующее, что я не возьму, это, конечно же, вот этот кондиционер. Здесь первое, что меня отпугнуло, и то, что мне прям не воодушевило какой-то веры в данный продукт, это то, что здесь присутствует минеральное масло. Я знаю, что есть ряд людей, которые к минеральному маслу относятся холоднокровно. Им кажется, что ничего страшного, то, что он там присутствует. Для меня это табу, но как-то вот нет. Минеральное масло, простите, я его на себя мазать не хочу и не буду. И на моих волосах, на моей коже, как бы оно не очень хорошо работает. Но, что могу сказать, вот возвращаясь к шампуне. Данный шампунь у меня не вызвал ни зуда, ни перхоти, никакого раздражения. То есть, отличнейший поработал. Вот этот кондиционер же опять, вот когда ты его наносишь, первый день, первые часы, волосы мягкие, легко расчесываются, все замечательно, все здорово. На следующий день от этого кондиционера появляется просто невероятная электролизация волос. Знаете, вот они какие-то полугрязные, блеклые и при этом начинают очень сильно электролизоваться. В общем, какой-то мерзопакостный кондиционер не понравился. Хотя я возлагала, что вот этот вот не очень дорогой бюджетный, в принципе, уход для волос вдруг, если подойдет, то можно будет им пользоваться. Но нет, увы, не случилось. Можно купить еще дешевле, чем этот шампунь. Он стоит около 400 рублей. Можно купить этот же, не знаю, там, Горинер за 150 рублей на скидках и будет то же самое за тот же объем. Поэтому не могу советовать. Закончился шампунь у моего сына. Это любимый наш шампунь, наша мама. Но это единственный шампунь, который 100% подходит моему сыну. И мы с удовольствием пользуемся им уже на протяжении больше пяти лет. И я вам всегда о нем говорю и всегда советую. Так надо как-то красивенько волосы сделать. Я же сегодня такая вроде девочка-девочка. Ну так вот, девочки, мамочки, если вы первый раз меня смотрите, у вас есть маленький ребенок, я настоятельно рекомендую вам попробовать вот этот вот гипоаллергенный, просто невероятно бюджетный шампунь для волос, для деток с первых дней их жизни, с календолом и ромашкой. Очень-очень нравится и с удовольствием рекомендую всем мамочкам. Так, что у меня еще закончилось для волос? Для волос у меня закончилась вот эта вот маска от супербюджетного бренда. Это у нас идет Friday Shop. Это тоже была пиар-рассылка данного бренда мне. Я полностью использовала данную маску. Я не скажу, что данная маска прям моя самая любимая из всех тех масок, которые представлены в линейке вот этих вот лакшери ойл. Но маска достойного вашего внимания, с учетом того, что она стоит до 200 рублей. У меня есть подробный обзор в моем инстаграм. Ссылки, конечно же, оставлю в описании видео. Проходите, смотрите. Если вы на меня не подписаны в инстаграм, подписывайтесь, потому что я там для вас просто регулярно стараюсь снимать какие-то полезные обзоры на продукцию, детально полезные обзоры. Ну так вот, я использовала данную маску, вот эту, именно, наверное, как даже бальзам такой какой-то хороший. Он, знаете, достаточно хорошо, неплохо, так скажем, питает и средненько так увлажняет. Но в целом, такой, знаете, идет маска, наверное, на четверочку. Здесь у нас идет 7 масел, масло органы, протеины шелка, макадамия, кокоса, миндаляши, жабани, роли, авокадо. Неплохая, неплохая маска, но для меня это все-таки такой бальзам, могу сказать честно. Не более того, данная марка и косметика не тестируются на животных. Это тоже крайне всегда приятно, когда ты понимаешь, что от косметики не страдают животные. Так что, да, неплохая маска, но к ней возвращаться не буду. У меня есть вот этого бренда, от этих линейок масок, есть более любимая маска. Они вы тоже, конечно же, узнаете в инстаграм. Маска достаточно хорошо распределяется по волосам, она не течет. И при этом, знаете, как-то обволакивает каждый волос. Не знаю, мне понравилось, но вау, конечно, эффекта я так не прониклась к ней. Следующий продукт, который меня очень сильно удивил. И знаете, я подумываю попробовать полностью линейку от этого бренда. И это старичок Hand & Shoulders, чтобы правильно вам как-то произнести. Это их идет линейка Supreme увлажнение с маслом органы. Вот такой огромный тюбик бальзама ополаскивателя против перхоти написано от этого бренда. Что могу сказать? Запах просто меня покорил, девчонки. Я хочу попробовать взять шампунь и бальзам вот этот вот в дуэте и попробовать, как они будут работать на волосах. Потому что вот этот бальзам, он очень мне понравился. Конечно, состав у него, не скажу, что супер-пупер какой-то там. Но то, как этот бальзам работает на волосах, вот знаете, как достойная такая маска на волосах даже он работает. Действительно волосы увлажненные, легко расчесываются, они не электролизуются, они блестят. Достойный продукт. И эти 250 мл за счет своей густоты данного бальзама, как вы видите, вся упаковка пережамкана. Потому что когда выдавливала, продукт очень густой, выходило очень сложновато. Но в этом есть его и достоинство. Потому что его хватило мне надолго, я его хорошо распробовала. Пользовалась им абсолютно после любого шампуня, который у меня есть. Не перестаю нюхать, потому что очень приятно пахнет. Пользовалась абсолютно после каждого шампуня, который у меня есть. И тайского шампуня пробовала, и вот после вот этого шампуня наносила. Отличненько просто он с ними работает. Отлично волосы после этого бальзама выглядят. Мне очень нравится. Очень здорово, кстати, после этого бальзама волосы, таки знаете, даже в косичке как-то очень классно смотрятся. Не знаю, мне понравился данный бальзам. И я вам его с удовольствием могу порекомендовать. Еще раз говорю, хочу попробовать полностью взять линейку. Это шампунь из этой серии. И вот этот вот бальзам. Я думаю, что нужно дождаться просто каких-то акций в магазинах и себе купить, попробовать. Следующее, что закончилось, это нашего сына. Это вообще продукт всей нашей семьи. Это мыло с маслом авокадо, солнышко. Ну, тоже, кто смотрит меня давно, вы знаете, как я сильно люблю данный продукт. Одно время я его не покупала, потому что что-то как-то не видела на прилавках в наших магазинах. А тут я его встретила в таком большом объеме. Я его, конечно же, схватила. Но могу сказать так. Вот мы сейчас достали вторую упаковку данного мыла. И там абсолютно не работала вот эта вот помпа. И я поменяла просто их. Вот эта вот помпа от нового, так скажем, мыла. Сюда ее переставила, потому что, ну, просто не работает она. Но в целом данный продукт очень мне нравится. Приятная душка. Кожу не сушит ни рук, ни тела. Я пользую его для мытья тельца своего сына. Ему нравится и нам нравится. И вообще очень достойный продукт. Блин, мне нравится, ребят. Конечно, у него состав тоже тут не супер-пупер, так скажем, химический. Не супер-пупер натуральный. Здесь присутствуют различные химические соединения. Но тут присутствует масло авокадо. И это очень радует его. После него действительно очень кожа такая, знаете, увлажненная, какая-то напитанная, не пересушенная. Следующий продукт, который меня дико разочаровал. И, в принципе, наверное, не очень-то я сильно сожалею, потому что недорого стоит. Это жидкое мыло от LaFresh. Продается оно только в магнит-косметик. Изготовлено только для этого магазина. Жидкое мыло предназначено для бережного мытья и очищения кожи. Но, знаете, вот это мыло, оно дико сушит кожу. Вот прям очень сильно сушит кожу. Оно очень жидкое, оно неэкономичное. Неплохой аромат, но, ребят, я его больше не куплю ни за что. Потому что мои руки он превратил в куриные лапки. И зачем вообще издеваться так над собой? Но, опять же, тут пол-литра, и он очень бюджетный. Просто меня вот это и подкупило. Что я его купила в пределах, наверное, 40 рублей, но потом уже и пожалела. Следующий продукт, который закончился у меня, это мой любимый просто гель для душа. Жордин Димонт, бразильский кофе, косметика Эфраше. Вы знаете, то, что одно время я прям там постоянно осуществляла заказы. Заказы сейчас я что-то вот прям подзабыла. Надо возобновлять и сделать себе какой-нибудь заказик от Эфраше, потому что там очень много всегда разных вкусняшек. Ну, так вот, самый любимый мой, один из самых любимых моих ароматов от этого бренда. Это бразильский кофе. Отлично, знаете, так бодрит с утра. И вот этот вот кофе, кофе с молоком. Не знаю, мне так нравится. Я с удовольствием всегда его покупаю, пользуюсь. Кожу не сушит, отлично очищает, обволакивает. Аромат не резкий, аромат не химический. Какой-то, знаете, прям абсолютное. Вот 10 из 10 это вот эти гель для душа от Эфраше. Вообще, с удовольствием всегда их рекомендую. Следующее, что у меня закончилось, это было две маски от бренда Орхи. Долго останавливаться на них не буду, потому что у меня тоже есть подробнейший обзор в моем инстаграм. Ссылочки оставлю, проходите, смотрите. Очень сильно люблю эти маски для проблемной кожи, чувствительной кожи. Это просто палочка-вручалочка. К тому же, здесь присутствует секрет улитки. Она очень хорошо заживляет, она хорошо работает как антисептик, регенерация кожи. В общем, все в ней здорово, круто. Единственное, что полотно маски не очень большое. Но все-таки маска классная, поэтому она у меня всегда должна быть, я всегда их покупаю. Закончились мои просто любимейшие патчи от бренда Пуры Дермо. У меня тоже на них есть подробнейший обзор в моем инстаграм. С удовольствием их покупаю, пользуюсь. И сейчас у меня закончился мой крем для области вокруг глаз, поэтому я сейчас, пока не купила, пользовалась вот этими патчами. Единственное, что мне не нравится в составе этих патчей, это то, что здесь присутствует касторовое масло. Для моей кожи касторовое масло, витамин Е, это все-таки те продукты, которые вызывают забитость пор, вызывают подкожники. Как-то, знаете, не очень хорошо работают на моей коже. Но вот именно вот эти патчи, в принципе, пока ничего такого плохого от них у меня не было. Поэтому, в принципе, я могу вам их порекомендовать. И вы знаете, что это просто мои фавориты-фавориты, вичи в уходе за собой. Следующее, что у меня тут закончилось, у меня закончились вот такие вот влажные салфетки. Кстати, это единственные влажные салфетки, которые действительно содержат этиловый спирт, действительно хорошо обеззараживают кожу, действительно такой, знаете, антисептик в салфетках. Вот прям это единственные салфетки, которые я встречала вот с таким составом. Но эти салфетки стоят на минуточку 20 штук 65 рублей. Я их покупала в торговом центре. И надо было очень быстро купить салфетки именно какие-то очень хорошо обеззараживающие. Потому что мы как раз были в торговом центре, когда вот это, знаете, было всеобщий карантин вот этого гриппа, который был этой зимой. Поэтому я быстро купила, обеззараживали руки и побежали, конечно же, в машину. Так что мне понравилось, при возможности, конечно, я себе их продублирую, возьму, потому что невероятно крутые и очень хорошо они очищали кожу, дезинфицировали. Единственное, что они подсушивали кожу рук, но спиртосодержащие продукты, они всегда подсушивают кожу, как бы тут для вас я Америку не открыла. Следующее, что у меня закончилось, это мой любимый просто ополаскиватель для полости рта свежей смяты от бренда Листерин. С удовольствием всегда вам его рекомендую. И сейчас порекомендую отличное средство, которое, знаете, вот палочка в урчалочках. Вот серьезно. Ну, к примеру, из тех людей, которые встали утром, почистили зубы, пошли завтракать, и, естественно, как бы второй раз утром чистить зубы не каждый захочет пойти, могу посоветовать брать ополаскиватели для полости рта и просто ополаскивать, так скажем, полости рта после завтрака. Как-то у меня получилось масло масляное. Но все-таки, ребят, смело рекомендуем, мне очень сильно нравится, сама постоянно покупаю. Сейчас у нас единственное стоит не вот этот вот свежая мята, а стоит зеленый чай. Зеленым чаем мне не очень нравится, хотя мой супруг к нему очень проникся. Закончилось, точнее выбрасываю два средства. Первое средство от бренда Прибиотик Сибири. Это средство у нас идет крем для век и для губ антивозрастной. Мне его присылали тоже на обзор. Не успела им воспользоваться, допользоваться, но так как это является натуральный продукт, я решила не рисковать и просто его выбросить, потому что он у меня лежит уже, наверное, месяцев 7. Я решила, что даже больше, месяцев 9. Я решила, что его надо нафиг выбросить. Неплохое средство было для области вокруг глаз данной кремуши, конечно, мне не очень зашел. Он таким оказался, знаете, каким-то вот, ну совсем легоньким, каким-то для меня непонятным. А вот именно как бальзам питательный для губ, чтобы их как-то восстановить, очень понравилось средство, но единственное не успела допользовать. Также выбрасываю средство от Прибиотика в Сибири. Это антивозрастное масло для бровей и ресниц. Может быть так будет видно. Очень удобная щеточка, неплохой состав. У меня есть подробный обзор на эти продукты, оставлю я все это в инфобоксе. Классная щеточка, которая замечательно прочесывала реснички. Все здорово. Мне очень понравилось, как данное масло реанимировало мои ресницы. Они действительно стали побыстрее расти. Мои бровки появились, я заметила их рост. Очень все мне понравилось. Но единственное, что закончился срок годности, выбрасываю и все. Следующее, что у меня закончилось, точнее не закончилось, а выбрасываю, потому что не успела использовать, это масло от бренда Хаск. Это, знаете, первый раз, когда я познакомилась с данным брендом. Это было еще в 2016 году. Это офигенное масло для кончиков волос после мытья. Но я не успела им допользоваться. Это моя вторая, по-моему, упаковочка идет. Просто потому, что он у меня упал за стиральную машинку. И потом я его достала, потом я его помыла, куда-то он у меня опять пропал. В общем, знаете, какое-то масло оказалось геморройным. Я его никак не могла допользовать, потому что оно у меня все время, в ходе использования, все время куда-то терялось. Ну вот бывает такое. И поэтому половинка у меня, к сожалению, улетает в утиль. Но масло действительно очень крутое. Здесь 18 мл вот эта вот колбочка. Но оно дико экономичное. Просто, мне кажется, это одно из самых экономичных масел, которое когда-либо у меня было. Его надо совсем чуть-чуть. Растираем в ладошках, наносим на волосы. Волосы блестящие. Кутикула запечатанная. И вот секущиеся кончики, они менее заметные. Как-то, знаете, более презентабельные волосы. Мне очень нравится. А аромат-то какой у него классный, ребят. Я просто такой чуть-чуть сладостный, ореховый. Очень крутой, мне нравится. Следующее, что я выбрасываю, что так особо я не попользовала, это косметика от... Где тут еще? От... От Мэри Кэй. Это был вот такой вот. Мне присылали на пробы вот такие вот трешечки. Здесь получается гель для умывания. Потом тоник лосьон. Вот такая вот малюшечка. И... Ой! Это буду не я, если у меня ничего не упало. И вот такой вот, собственно говоря, кремушек. Ничего это я не успела попользовать. И как-то, знаете, мне было страшновато. Попробовала один раз только я вот эту вот умывашку. И... Точнее, вот эту вот умывашку. И что-то как-то особо она мне не понравилась. Вот серьезно. Что-то как-то вот не прониклась я к этому бренду. И... Ну, наверное, просто не мое, если честно. Особо ничего мне здесь не понравилось. И дальше пробовать я не стала. Первый раз, кстати, когда я вот такие миниатюры не использовала. Выбрасываю их практически полные. Потому что оно как-то вот... Ну, не пошло. Рука не потянулась. Выбрасываю средство, которое у меня тоже... На него есть подробный обзор в моем инстаграме. Скик 9970. Это средство, успокаивающая пудра от бренда Апио называется. И выглядит оно вот таким образом. Здесь, знаете, это вот действительно пудрочка. Вот видите, вот такая вот просто пудрочка, которая, собственно говоря, наносится на ваше воспаление. Здесь есть экстракт зеленого чая и очень много разных других компонентов, которые очень хорошо должны обеззараживать и успокаивать кожу. И, собственно говоря, нормализовывать ее состояние, чтобы ушли прыщики. Неплохое средство, но, знаете, вот без вау-эффекта. Вот, как вы понимаете, я ее практически полную выбрасываю. Хотя, корейская косметика, я ее очень сильно люблю. Но вот к этому средству у меня рука не потянулась. Особо она меня не впечатлила. В общем, все можете узнать в обзорах. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот пробничек. Я его использовала, крем для тела от растяжек. Используют его в основном беременные. Эта серия как раз для беременных. Очень мне нравится данный крем. Он очень круто работает на коже. Знаете, после него кожа такая какая-то упругая. Она такая напитанная, бархатистая. В общем, ну, нереально классно работает. Я бы его взяла просто использовать для ежедневного применения. Потому что так как он увлажняет, так как он питает, и после него как выглядит кожа, это вот просто 10 из 10. Мне очень сильно нравится. Следующее, что у меня закончилось, и я особо не поняла. Это вот такое, кстати, средство от бренда Коралл. Это вот такие, знаете, вот капсулки, которые, мне кажется, весь инстаграм девочки, которые, вот прям, знаете, вот эти вот волосоманьяки, они просто пищат. Вот от Коралл, вот от этой вот серии профессиональной косметики для волос, и кричат, что вот эти ампулы прям очень-очень крутые. Не знаю, девчонки, я использовала одну ампулу, вау-эффекта не заметила. Может быть, какой-то накопительный эффект должен быть, может быть, дольше надо ей попользоваться, либо еще что-то, может быть, еще что-то. Но у меня как-то любви не сложилось. Либо, знаете, просто надо как-то побольше их пользовать для того, чтобы понять. Следующее, что у меня закончилось, точнее не закончилось, я практически полную выбрасываю, это маска от Бленда, от бренда Клоринс. Вот такая вот масочка, на нее тоже у меня есть просто подробнейший обзор в моем инстаграм. Это, знаете, маска моментальная от морщин, которая должна моментально освежать, моментально делать вашу кожу прям, знаете, супер отдохнувшей. Но я такого от нее не заметила. То есть для меня это оказалось просто какая-то мазюкалка, которую я нанесла на кожу. Вроде бы она побыла, вроде бы нет, вроде что-то как-то это, ну, как-то, знаете, ни два, ни полтора. Но с учетом того, что полноразмерка данной маски стоит практически больше пяти тысяч, мне кажется, это неоправданно высокая цена. Хотя, опять же, в инстаграм у меня девчонки под постом просто там разделились на два лагеря, кому она действительно понравилась и кто ее покупает. И есть те, кому это не понравилось и ни за что бы не купили за такую стоимость. Я, наверное, ни за что ее не куплю за такую стоимость, мне совершенно не понравилось. Да и состав у нее такой, знаете, своеобразный. В общем, заходите в инстаграм, я там все подробно рассказываю. От себя сейчас могу сказать то, что это не тот продукт, за которым стоит бежать, на который нужно выкладывать, за который нужно выкладывать столько денег, девчонки. Ну, нет, конечно, это есть намного бюджетнее, более работающие маски для лица, нежели это. Это вообще ничего не делало. Хорошо, что у меня здесь миниатюрка здесь оказалась от нее, но это какой-то триндец, конечно. Следующее, что у меня тут закончилось, у меня еще немножечко осталось, девчонки. Это средство для волос от бренда, инстаграмного бренда Рише. Это у нас идет матирующий гель для умывания. Использовал его только мой супруг. Для меня оказался данный гель достаточно жесткий, он очень пересушивал. Кожа после него для моей нормальной склонной сухости кожи, она как бы себя не очень хорошо после данного геля чувствовала. Но моему супругу понравилось, он замечательно на данный гель брился. Ему понравился эффект, она пахнет, знаете, таким жженым сахаром. Тоже есть обзор у меня в инстаграм, если тут что-то как-то для вас мало сказала, проходите в мой инстаграм. Могу сказать, что да, для жирной кожи данный продукт очень даже будет неплох. Для нормальной склонной сухости, девчонки, не рискуйте, даже если летом вы хотите супер очищение, супер, вы знаете, такое мотирование. Не надо, вы пересушите кожу и сделаете просто со своей кожей какие-то невероятные плохие дела. А вот для жирной кожи, девчонки, могу посоветовать, вычистить все, что только можно и как бы да. Единственное, что это не очень экономичный продукт. При регулярном использовании, если бы использовала его девушка утром и вечером, вот эти вот 150 мл, наверное, улетели бы за месяц. Ну, мне это кажется, потому что очень много нужно продукта для того, чтобы размылить. Во-вторых, помпа любит плеваться продуктом, вот у нее бывало такое-то, что вот он куда-то улетает продукт. А так в целом, говорю, да, неплохо. Следующее, что у меня закончилось, так, я уж про лицо начала говорить, это вот такое средство от Клиник. Это лосьон, это идет, по-моему, из серии для, я покупала в наборе, где идет лосьон-двоечка, и у меня был вот такой вот кремушек-лосьон. Совершенно не зашел, не пошло у меня с ним любви. Вызвал подкожники, было состояние кожи такое не очень хорошее, немножко где-то пересушенное, ложилась пленкой, не впитывалась. Совершенно не мой продукт. Вот почему-то долго-долго он у меня лежал, я его, все, он у меня никак не могла его никому не отдать, и ни муж не допользовал, в итоге полно его и выбросила. Слава богу, что это была просто миниатюра, а не полноразмерный какой-то продукт, который я купила. Поэтому я всегда вам говорю, прежде чем покупать полноразмерку, желательно попробуйте миниатюрку. Следующее, что закончилось, это бальзам для губ от бренда Дары Лето. В прошлом году мне его присылали в пиар-рассылке, мне очень сильно понравился данный бальзам, как вы видите, я его очень хорошо попользовала. Здесь его просто невероятное какое-то количество, какое-то невероятное количество находится. 50 грамм аромат малины, очень приятный аромат, хорошо питает, увлажняет губы, замечательно работает на кутикулу. Я его также наносила на локотки. Отличное средство, как вы видите, еще раз показываю, я его просто как могла пользовала. Но все-таки срок годности уже подходит к концу, и я решила, что все, пора с ним прощаться. Но при возможности обязательно его продублирую, потому что это реально крутая вещь. Следующее, что у меня закончилось для волос, это средство от бренда Шварц Кло, Шварц Коп, Гот Ту Би, Бегущая по Волнам. Это средство, которое создает, знаете, эффект, как после моря. К примеру, если вы плавали в косичках, намочили волосы, когда волосы высохли, вы их расплетаете. Вот эти вот лока, вы знаете, да, которые такие упругие, которые такие тверденькие, но такие фиксирующиеся. Вот волосы такие более плотные. Вот это текстурирующий гель, это, собственно говоря, и дает. Я им пользовалась, 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 но все, срок годности просто закончился. И я поняла, что 200 мл для меня, для моего использования, он оказался очень большим. Надо брать какие-то поменьше объемы, потому что здесь как-то мне оказалось данного продукта. Как бы мне сделать волосы? Данного продукта мне оказалось достаточно много, но очень-очень понравился сам спрей. Отличненько работал на волосах, отличненько держал укладку, с ним можно было замечательно уложить, челку, какие-то, знаете, локоны сделать. Очень понравилось, особенно летом, вообще очень крутая вещь. Закончилась зубная паста от бренда Paradox. Термоядерная просто зубная паста, которая вычищает все, что только можно. Но после нее, знаете, вот ощущение такое, как будто вам вот ментолом обожгли рот. И вот как-то вот сама паста, она пескоподобная какая-то, ну не знаю, на любителя. И вот да, ой, она тут потекла немножечко у нас. Неплохая зубная паста, я думаю, то, что если будет какая-то скидка, я ее продублирую. В целом неплохо, но, знаете, она такая прям для серьезных людей, для тех, кто не боится жесткие зубные пасты. Так что, да, неплохая паста, могу порекомендовать. Следующее, что у меня закончилось, это три средства для лица, и мы с вами закончим это видео. Оказалось, опять, оно очень сильно длинным, но и продуктов у меня оказалось много. Итак, первое средство, которое у меня закончилось, это средство от Bio Beauty, биочистка нежная. Ребят, как же я ее люблю, как я к ней прониклась. И сейчас я себе ее продублирую, но в большем объеме. Невероятно крутая просто чистка для лица, умывашка для лица, для проблемной кожи, для сухой кожи. Вообще вот это предназначено для сухой нормальной кожи. У меня, как вы знаете, кожа сухая, нормальная, точнее нормальная, склонная к сухости, к высыпаниям и подкожникам. И мне всегда очень достаточно сложно подобрать какой-то оптимальный уход для лица, потому что, ну вот такая у меня кожа капризулька. У меня есть тоже также полный обзор на данное средство. Что, проходите, смотрите, я очень сильно полюбила данное средство. Оно невероятно очень круто вычищает кожу, подготавливает к дальнейшему уходу. Необычность в том, что оно совершенно не пенится, но в этом и плюс, потому что, когда вы наносите на кожу, это все распределяете, идет небольшой такой пилинг лица. При этом в очищении опоры, когда вот вы это все смываете, кожа как будто бы начинает, знаете, активно дышать. Мне очень понравилось, я ее обязательно продублирую. Сейчас она у меня стоит в списке, что нужно купить. Второе, точнее, следующее средство, что у меня закончилось, это тоник для лица от профессиональной линейки косметики MDCutical. Это идет производство Великобритании, мультиактивный укрепляющий тоник. Он идет с экстрактом гомомелиса и алоэ вера, алантеином и молочной кислотой. Невероятно крутой лосьон-тоник для лица. Невероятный. Как он убирает припухлость, как он убирает отечность с лица. Выравнивает тон кожи, сужает поры и при этом при всем не пересушивает и подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Просто палочка-вырчалочка. Конечно, невероятно дорого стоит. Вот этот вот 150 мл стоит, точнее 100 мл этого лосьона-тоника стоит 2200, но я его обязательно продублирую, потому что он невероятные чудеса творит с кожей. Это вот знаете, это реально находка 2018 года и теперь он у меня всегда должен быть. Но единственное, зараза, он дорогой. Но вещь нереально крутая. И последний продукт, точнее крайний продукт, который я вам сегодня хочу показать, это просто моя любовь. Это моя находка еще 2017 года. Это SOS-сыворотка. У меня на нее тоже есть подробный обзор от бренда Кадали. Винос Рус. И это моя любимая сыворотка для лица. Я ее даже использую просто, как знаете, монопродукт. После тоника наношу данную сыворотку и данного увлажнения мне хватает на весь день. Отлично работает на коже. Просто великолепно. Если у вас обезвоженная кожа, чувствительная кожа, склонная реагировать на все компоненты, которые есть в косметике, попробуйте вот эту сыворотку. Я думаю, вы к ней проникнетесь. Мне вообще очень сложно подобрать крем и сыворотку для лица, потому что, еще раз говорю, у меня реакция кожи идет на витамин Е, на витамин А. Она и дает реакцию на касторовое масло. Иногда на глицерин какой-то не очень качественный дает реакцию к коже. То есть она у меня дико капризная. И вот когда мне что-то подходит, это, знаете, вот прям мне хочется пойти сразу впрок скупить. И так вот, вот этот вот продукт из той серии. Мне хочется пойти его скупить впрок. Единственное, у него есть два минуса. Первое, это цена. И второе, это его расход. Здесь 30 миллилитров, он достаточно жидкий, этот серум. И он расходуется просто нереально как-то. Вот, знаете, моментально быстро. Буквально 15 миллилитров мне хватает. Вот даже вот пол баночки у меня уходит, наверное, за недели 4. Вот эту я как могла растягивала. Делала какие-то дополнительные маски, что-то еще. Потому что она в некоторых магазинах стоит более 2000. Есть, конечно, на скидке можно купить за 1800, за 2000. А так в целом она всегда намного дороже. Поэтому если у вас есть бюджет и обезвложенная кожа, девчонки, я рекомендую вам познакомиться вот с этой вот сывороткой. От бренда Кадали. Невероятно крутая, супер. Ну так вот, это все, что я хотела вам сегодня показать. Это были мои пустышки Марта. Большое спасибо, что вы досмотрели это длиннющее видео до конца. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте. И, конечно же, на мой инстаграм. Мне будет очень приятно вас видеть в числе своих подписчиков. И не забывайте, что самый активный комментатор, участник, подписчик моего канала инстаграма всегда в конце месяца от меня получит какой-то презент. Чем больше вы проявляете активность, делаете репостов моих видео, ставите лайки, комментируете. Ну, я вас тогда отблагодарю и для вас всегда от меня будет подарочек. Я вас всех люблю, целую. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok